хорошей новостью да тяжелой новостью я уже говорила в предыдущих видео да что вся семья меня семья брата болеет коронавирусом очень тяжело болеет брат жена младшая дочка заболела старшая дочка живет с нашим отцом как бы с дедушкой получается мой папа и брата папа и ленина вот старшая дочка живет с ним тоже заболела коронавирусом тоже заболела все подтвержденное уже анализы сданы очень добивались долго сдачи этих анализов тестов направление на тесты не дают пусть меня расстреляют после этого видео понимаете симптомы у людей нюх пропал да вкусовые ощущения пропали вот и он ходил на прием представляете вот он коронавирус не ходил на прием тест не дают нет у вас показаний у него температура небольшая не поднимается я уже говорил об этом что своя температура 33 34 у него после травмы позвоночника у него такая произошла ситуация это много лет назад больше 20 больше 20 лет 30 назад если ему 54 год ну 25 назад температура выше 34 не поднимается если 36 для него это уже температура 38 у вас нет пока как же нет показаний человека насморк человека кашель человека нет ни вкуса ни запаха да тест не дают на коронавирус не дают и все это он с боем там чуть не с дракой прямо выхватил этот тест вырвал подтвердился у него тест жена вот приболела прибыли приехали сразу контактные взяли ну взяли только у жены почему-то у дочери и матери не взяли как тещи получается его они живут в квартире четвером трехкомнатная квартира ну взяли вот только у жены потому что она заболела он от нее заболел у тех двоих не взяли ну это что такое за ситуация я ребята не понимаю так же она пойдет на приемную в одной квартире в одной квартире корона тест не берут вот ну и взяли там дарью у дарьи она заболела конечно там на работе вот взяли у нее и раз у нее подтвердился коронавирус тоже взяли тест и у папы взяли тест приехали вчера буквально взяли а он до этого уже тоже чувствую что заболевал я когда не болел я заходил я заходил я заходил я заходил говорит ну продукты приносил там ну так вот не общались но все равно диванчике он в одном углу а в другом углу в общем вот вчера стало очень плохо ему папке стало очень плохо он мне вчера вечером звонит говорит что дарья вызвала скорую и увезли его в больницу с такой тоже упертый начинаешь ему говорить ни температуру не будет мерить ничего вот такое уже все на как я зашла он лежит даже белого цвета как-то просто и полотно лежит белого цвета все где он просто взяла и скорую вызвала силком что пациенту увезли увезли его в эту инфекционную больницу увезли его пяти часов не было мне звонит вот пятом часу короче увезли потом меня звонит увезли увезли а да еще спросили говорит если мы сейчас сделаем ему снимок легких потому что хрипы потому что дыхание в одну сторону что вообще дышит очень тяжело очень плохо дышит вздыхается сказали что будет кому увезти есть кто с рулем чтобы увезти обратно потому что она ей говорит кто был с рулем тот теперь с коронавирусом вот в любом случае если что я обратно поеду его и заберу если не повалят болельцу да не положат вот время без 15 9 он мне звонит представляешь говорит он все еще сидит на приемном отделении в этой там не знаю областной не знаю какая его увезли в эту инфекционную то звонит уже еле говорит мне это очень тяжело пять часов человек уже сидит пять часов человек сидит в приемном отделении что такая очередь или что-то я вообще не понимаю ты номер не знаешь ну стали в интернете номера искать нашли номер ну дозвониться естественно разве там поднимут трубку разве дозвонятся там наплыв такой понятно что это все от ситуации исходит что там наверно перед ним не просто посадили забыли про него там наверно принимают перед ним которые люди на скорых поступали короче дозвонились до его потом вот далее трубку там дайте донга дай кому-нибудь там передай трубку там кто принимает фельдшеру кому-нибудь да вот там ответили что мест нет мест нет типа да какого черта вы муржете если мест нет потом ему снова даша перезванивает внучка да которая вызвала скорую то говорит отвечать я уже скоро еду везут меня в первую городскую больницу уже оттуда из областной там пять часов человека муржили если человек был знаете все с малой сатурации да что уже отдыхалка бы все что все мог бы или сердечник 83 года ему 83 года ребята понимаете это пока вот не коснулась это все кажется все это кажется игрушки привезли в первую городскую город первую городскую привезли значит сколько из 15 9 это было он уже в скорой ехала сколько там его привезли и мы все с кроме на связи он все мне звонит звонит там че он взлет мы не будем же все звонить тогда телефон обрывать что-то один на связи и нас обзванивает вот что везли и он тоже там тоже сидел позвонил хорошо вот сейчас телефону что можно с ним связаться сидит в приемном говорит я уже в приемном перед мной еще как мужчину принимают вот и в итоге поступил он значит в палату уже я сейчас скажу было времени наверное потому что брат не перезванивает в двенадцатом часу я уже ждал ждал от него звонка говорит нет сколько там он два часа уже там в приемном он просидел короче позвонил и уже под кислородом уже я под кислородом дозвонился телефон берите звоните ему на телефон мы вам ничего отвечать там не можем как бы говорить вот связывайтесь теперь напрямую подняли в палату три человека кислородная кислородная эта маска у человека вы уже вы умурожили более семи часов таская по больнице вы представляете разве здоровый вот но 83 года че как он это все и вот ребята мы молимся богу вчера конечно мы все уревелись все конечно и брат плачет и я короче пускай 83 года но тоже жить хочет он наш отец он наш отец мы не хотим чтобы он до 80 лет до чтобы он умер от этой заразы мы этого не хотим напряжение мы вчера все у меня поднялось давление у меня поднялось давление у меня спазм произошел нервы на нервной почве произошел в горле что я стала чувствуешь я не голоснуть не могу не вздохнуть меня право свело что я так испугалась я столько напилась вчера успокоительных значит одно другое под язык там всяких чувствую что у меня понимаете такое состояние это просто ужас ребята я никому не пожелаю вот этого никому не пожелаю вот такого состояния когда вне никогда человек в больницы и не оказывают помощи а вот потом вечером конечно брат уже позвонил я уже еще разговаривали бы с ним долго еще разговаривали закончили уже в первом часу разговаривать он сам тяжело очень болеет ему самому он еле тоже говорит и кашель и все это же коронавирус у них просто кажется что это не коснется да никого ничего почему мы не верим то не может почему у нас люди эту дистанцию не соблюдают нас маски носят маски все под носом у ребята надо как-то это если мы так будем себя вести мы никогда из этой ситуации не выйдем у всех у нас есть близкие у всех у нас есть родители да подумайте серьезно и вот такая ситуация что на тесты у нас не направляют понимаете не хотят я так понимаю портить статистику вот он ходил на прием сколько он человек еще заразил пока его на тест не назначили он дважды ходил на прием до этого он ходил он там сидел по два по три по четыре часа до общался человек может пришел просто да не с к видом он пришел с к видом ему сделайте тест сразу на дому почему так приехали на дому сделали проверили тест через три дня все нет броди на прием теперь сказали сидеть вам дома прибежали быстренько там под подписку сидеть вам никуда никуда он готов что я ходил я ходил две недели на прием ничего просил этот тест умолял дайте сделать мне тест теперь вот взяли конечно у супруги взяли тест а у нее пневмония уже у нее уже пневмония правосторонняя уже верхняя как часть это как отдел легкого поврежден вот ей ему надо сейчас стационар дневной доходить на больницу некуда класть нет мест ну вот взяли сейчас анализ если не выявится как же он не выявится только она уже отболела конечно она болела раньше на неделю заболела так вот уже если полюня две так она уж ну к концу да она уже три недели значит все в общем дочка полегче конечно немножко болеет младше это молодая тоже двадцать лет с куканушки это двадцать да наверное нет двадцати ну девятнадцать наверное да вот в общем ребята вот такая ситуация понимаете как это тяжело и как это больно как это страшно и ужасно берегите себя я то вот к чему все говорю что берегите себя ситуация очень тяжелая очень тяжелая ситуация берегите придерживайтесь правил ну сколько нам еще придется в таких условиях пожить да но это же можно можно не бродить у меня вот есть знакомые которые ходят ему по барабану она ходит на фитнес она вот старше меня да мне 61 год да я 63 она на фитнес она в бассейн она везде шарахает тебя ты вот не боишься ты не боишься творится что такое у меня сестра троюродная умерла шестьдесят один год я уже говорила в видео месяц на месяц она оборолась не так и не смогла обороть этот коронавирус целый месяц она умерла и вот ты не боишься вот ходишь но это чего-то вот такие чем быть тому не виноват все надеются на русской авось русский дурак у нас человек вы понимаете посмотрите в китае началось все в китае и все там уже и закончилось вы слышали что в китае какие-то были вспышки да или что там у них если у них там чиновник взял взятку ему башку отрубают прямо на площади все народа следующий уже взятку не возьмет а у нас он взял взятку мы сейчас его посадим ох ты моего как папа нас говорил тебя посадят а ты не воруй мы его посадим а вот там брат сватку кому-то мы его спрячем подальше у нас вот такая ситуация ну что не так что ли в старшей стране почему так это огромная вроде бы не я не знаю богатая страна но мы в полное вот живем непонятно в чем поэтому говорю я так чему призываю вот мы молимся сейчас мы молимся за отца сейчас мы просим до 83 года представляете вот на кислороде он лежит и вот так вчера намучили вот так вчера намучили он вчера вот я уже больше не могу эти 83 года посидите шесть часов в больнице посадят вас высадят и можете дышать вам тяжело у него температура он задыхается господи господи да в общем ребята вот решила поделиться вот конечно говорить очень тяжело и вот что еще сегодня день покажет еще неизвестно конечно я не брошу я поеду за ним хотя сам больно мне нельзя не возьмут больницу я поеду по любому себя за руль поеду повезу потому что наш отец ребята будьте все здоровы будьте все здоровы берегите себя своих близких берегите своих родителей сами берегитесь верьте в это все что это беда есть есть